Где, как не на Ушаковой балке, рассказывать ребятам об уникальной природе Севастополя и Крыма. Парк входит в число особо охраняемых природных территорий регионального значения и отличается первозданной красотой. Воронья гнезда на деревьях в большом количестве. Если вот сейчас, когда листва, эти гнезда незаметны. А осенью, когда листва опадет, то можно будет увидеть, где у них были гнезда, где они выводили своих птенцов. Наши регионы максимально разнообразны, наша природа наиболее интересна. И Севастополь не является исключением. В Севастополе 30% территории является заповедным. Поэтому мы также, как и наши коллеги-экологи из других регионов, ежегодно 5 июня стараемся организовать мероприятия, на которых рассказываем жителям города, особенно маленьким жителям города, о природе родного края. Я им расскажу, хочу рассказать, по крайней мере, как мы именно выращиваем эти растения. То есть мы их выращиваем из семечки каждое. Сначала собираем шишку или шишко-ягоду, если это хвойное растение, ягода или семена, если это лиственное растение. Вот я хочу им немножечко рассказать саму технологию выращивания каждого растения и насколько это кропотливый, на самом деле, долгий, длинный путь. Специалисты принесли живые саженцы. Ребята узнали, что, например, видов сосны в Севастополе произрастает несколько. В руке это одно из самых интересных растений, которое произрастает на территории нашего полуострова и города Севастополя. Это сосна, мы ее называем станкевичем, может слышали, судакская или сосна пицунская, ее еще в научных кругах называют. Данные сосны, они лучше себя чувствуют, даже чем крымские сосны у нас растут более высокими, растут более зелеными, более пушистыми. Акция собрала несколько десятков ребят, детсадовцев и школьников, тех, кто же в таком юном возрасте интересуется вопросами экологии. Мне очень нравится природа, выезжать с землей на всякие шашлыки или просто посидеть, поговорить на всякой природе. Вот даже у нас же 50% воздуха находится из-за деревьев, поэтому если бы просто все загрязнили, у нас бы воздуха чистого и не было. Поэтому вот у нас в городе же много заводов, я когда выезжаю в какой-то лес, мне прям как-то на душе становится легче, то что я дышу свежим воздухом. Артур пришел на ЭК-акцию вместе со своими друзьями из школы. Они обучаются в специализированном классе, который создан осенью прошлого года. Мы собираем людей из класса, это может быть или пару человек, или пару человек, или какие-то еще другие люди, которые тоже увлекаются всякой природой. В течение месяца мы можем съездить пару раз на данные мероприятия, или просто мы могли съездить на природу, на пикник, или просто по грибам ездили осенью. Субботники у нас были, мы убирались на Фиоленте, на Фиолентском кольце, там было очень много мусора, там мы убирались лесоклассом. В этот день ребята смогли проявить и свои творческие навыки. Они разукрасили шоперы и небольшие эко-сумки в тематике бережного отношения к природе. Антон Шачков, Юрий Реутин, Севинформбюро.